Привет зритель! У нас с тобой аж 25 минут оказывается. Короче, решила сначала на телефон зафоткать и потом в кукет залить, а потом подумала, что бы не заснять сначала на камеру. Короче, мой первый опыт творожка из готового покупного магазинного молока. Я про это читала. Я пыталась так делать, но у меня не получилось. Я даже пыталась сделать из этого самого, именно что из козьего молока и из коров, я кажется, просто собрала вот у фермеров. Если у вас есть вот такая бутылка, это для тех, кто не знает про этот способ делания творожка. Это его молочка, молоко отборное. Вообще, какое-нибудь молоко, сейчас скажу, кто это вообще на самом деле у нас. Молоко питьевое и постерилизованное. Если у вас есть постерилизованное, спухное молочное молоко. Молоко, короче, магазинное. И оно у нас вроде как бы могло бы, в принципе, жить долго. Сейчас я вообще его покупала за 62 рубля по скидке. Тут литр 700 миллилитров. Ну, почти 2 литра. До 8-го, на 7-го оно могло бы жить. Я слила в контейнер. У меня, наверное, сейчас мойки. На литр. Вот крышечка от него. Поставила вот сюда. У меня тут вода греется на голову. Все тут отвар. Подогревается, можно сказать. И на теплое место. Ну, теплое место ставите вот это. Вот где-то у меня молоко, короче, ставшее в пастокваши, в контейнере. Можно поставить на сутки или на 12 часов в морозилку. Вообще, как бы я видела рецепт, ну, мне кажется, он более энергозатратный и более зачищающий, короче, засоряющий окружающую среду. Можно убрать вот в такой бутылке. Можно перелить в пол-литровую бутылку. Ну, не литровую бутылку. Короче, можно перелить в пластиковую бутылку. Либо самую пластиковую бутылку и брать в морозилку. Потом достаете замороженный продукт. Жопку у него срезаете. Вываливаете на... Как ее там... Вот сейчас, вот, у кого-то, возможно, анальное попобой. Мне вчера не очень хорошо было. Да, я еще стрим затеяла. После у меня случилось бессонница до 6 утра и посуды еще не было. Короче, марлечку берете на какую-нибудь там кастрюлю или глубокую тарелку, миску. Кидаете эту марлечку. Поверх выкидываете из открытой разрезанной бутылки этот лед молочный. И даете ему стечь и разморозиться. Я уже взяла контейнер, перевернула его, значит, в ту форму для выпечки. И, ну, сначала поставила туда вот эту марлечку, в эту форму для выпечки. Поставила кверх ногами этот контейнер, сняв с него крышечку. Подождала, когда там он часов через 5-8, что ли, не помню, сколько, не сильно засекала. Даже не собиралась это как бы снимать. Дойдет до того состояния, что можно вот постучать слегка под дно и это все вывалится. Это все вывалилось. Но у меня вот где-то до часа, до 12 на самом деле. Ну, в общем, когда я с ним закончила, это до 12, наверное, ночи. Лежала так. Я в итоге потом подняла чуть-чуть, смотрю, там уже эта жидкость образовалась. И какой-то кусочек, на мою счастье, этот порошок мягонький. Слегка его отжала, завязала двойным узелком. Так-то, по идее, надо бы повесить или придумать какой-нибудь крючок или что-то еще. Чтобы, допустим, за ручку повесить и, ну, постекала, как у всех нормальных людей. Вот, надо будет уронить по сиденью этот крючок, брали, на который вешают. В каком магазине или где примерно он может удаваться. Ну, и в итоге я убрала в холодильник почти отжатый творожок. В этой марлечке вон-то оставила вон там, под крышкой. И вот сейчас достала из маленького контейнера. Я развязала этот узелок, узелки два. И так, ой, меньше знает лучше спят. Перевернула, как бы так вот. И на тарелочку. И вот сейчас так смотришь, оно вроде как подрастеглось чуть-чуть. Тут еще немножко сыворотки. Ну, и оно действительно слегка форму из более такого конкретного круга. стало более как блюдечко, если его перевернуть. И вот вам творожок. Ну, а на сыворотке можете испечь блины, там можете ее просто попить. Можете еще что-нибудь сделать. Можете окатить ее волосы при мытье головы. Можете использовать ее для сыра. Ну, у меня тут творожка мало. Точнее молока. Сейчас есть молоко, но оно как бы, чтобы чисто пить. Потом я думаю, как-нибудь езжу, да, выдорку, куплю себе молока. Может быть, даже специально на бутылку больше полтора литра гуи. Попробую сделать сыр, как нам в Абхазии объясняли. В общем, вот такой вот творожок. Мяконький. Из покупного, простерилизованного молока. Кстати, очень даже хороший творожок. Очень по вкусу. Всем спасибо за просмотр. И всем удачи, если вы решите так же поэкспериментировать. Всем пока.